сегодня у нас десятое число кажется 10 сентября щас уточним до 10 сентября без 20 10 поздненько сегодня выбрался сегодня как мои поломки не закончится поломки то значит ремонты только вот освободился а тут на дворе непонятно что у меня было такое ощущение что идет снег я выехал косые полосы я подумал что это маленькие крупинки мокрого снега летят звучат фары нет это дождь мороз такая но вот настроение точно как конце февраля перед весной еще зима она уже теплая люблю такую страх от него пора так нам до комендантского осталось уже немного прокажется может до центра это я сегодня на электровеле поставил наконец-то я стационарную фару от аккумулятора и кнопку все достижения и фару можно мистер самоделки пришлось две фары покупать одна у меня сразу сгорела это она была некондиционная пришлось ее сдать а ух ты и дождик начинается серьезный фу я-то думал вот перестал я ничего подобного заносит ничего подобного ого скорость видимость плохая ветер сильный порывистой на глазах у меня очки защитные они покрыты влагой, плохо вижу дождь усиливается ааааа Так, решил осмотреться, вроде дождик утих, а это же на стоп больше, а я смотрю по этой лужи, нет на ней, не барабанят твоей капельки, не бьют. Нет, просто еще идет. Продолжение следует... Никого. Никого, кроме самокатов. Как на параде выстроили. Один убит. Это Милорадович. Это самокат. Или Милорадович. Как правило. Милорадович. Среди семи садокатов оказался один Гюхельбекер. И все. У-у-у, какой-то черный Днепр. Ты как космос, как вселенная. Чернеешь. У-у-у. Сейчас я прочищу и протру лизу, чтобы у меня заранее заснять. Впрочем, три, не три. Потому что от дождя укрыться невозможно. Хорошо. Нет, все-таки по ощущениям, как конец февраля. Теплая зима уже пошла. Я люблю просто такую зиму. Поэтому она мне сегодня мерещится. Пока ехал, хорошая мысль в голову пришла. Да, мысль о мысли. Что такое мысль, мышление? Мышление. Мышление. Процесс и явление биологического тела происходит в результате его отравления ненужными продуктами, объединами веществ. Ядовитными. Вот что такое мышление. Вот. В моей теории. В моей интерпретации. Потому что, когда тебе хорошо и мыслить не надо. Все тебе прекрасно. Едешь, дождик барабанит по куртке. А мы сегодня одеты по погоде в резиновых сапогах. Как положено. И нам хоть бы хны. И все хорошо. И вся глина у меня. Заедем на мост нашего мэра. Теперь развернемся. Она тут час времени в запасе. Только час. Тут по мосту шатается сумасшедшие какие-то. Сейчас я вольюсь в их компанию. Опять пусто. Опять пусто. хорошо. У вас тут никого. Сумасшедшие. Его покинули. Нет. Я же заезжаю. Одни. Одна группа покинула. Другой индивидуал въехал. Вступление в мост. Или на мост. На мост. Перчатку въехал. Или нет. Не уронил. Сейчас прочистим лицо. Если по-хорошему, то мы успеваем даже выпить чаю. Моё снаряжение. Мы даже успеваем выпить чаю. Ржеватые. Чуть-чуть краски. В этом оранжевом есть немного чего-то рыжеватого. прямо из Венеции какая-то. Прямо из Венеции. Кругом вода. Предлагаю теорию. Возрождение началось в Киеве. А потом все его шедевры перетащили в Рим. Украли. Мне очень нравится фонтан четырёх рек. очень время. Вообще даже не верится, что он сделан человеком. когда я увидел его собственными глазами, я растерялся. И моя растерянность до сих пор не прошла. фонтан четырёх рек. Нам нужен такой фонтан в Киеве. Необходим. Где фикс такая теперь? Куш. Боже, что-то взрывается у меня под колёсами. Мне бы ещё добраться до дома, чтобы моя электропроводка на велосипеде нигде не закоротила. надо снять очки. Я ничего сквозь них не вижу. Они настолько запотели. Но всё-таки защищает глаза. Если на скорости когда едешь, да, они необходимы. Что потом глаза болеют, воспаляются. Докаплины. На ходу бьют в роговицу. Красота! Когда диски начали визжать тормозные, это первый признак того, что попал хороший дождь. Единственный настоящий признак того, что ты попал в хороший дождь. Ага. Температура около 10. Столько показывал. Мой термометр за окном. Или 11. Ну, а вот сейчас я разогрелся. и чувствовал, что может быть и выше. Впрочем, глядь-ля. Выше. Может, и нише даже. О! Мы увидели человека! Люди ещё живы на этой планете. Вот один. Куда-то вон и бед этот человек. Кажется, женского пола. Хотя, впрочем, он может быть мужского. Так. И рассмотреть отсюда. Здесь попьём чаю. И спустимся на подол по-одревскому. Уже тобой. Всё вроде у меня работает. так. Пока. Это же сигнал, да? Это же сигнал. Да. Это же сигнал. Если зимой работать на свежем воздухе, при несильном морозе, при сильном, конечно, это тяжёлые испытания. Ну, и тоже не так тяжёлая. Главное иметь навыки правильно одеваться. Так вот, когда зимой работать на свежем воздухе, нет после этого здоровее. Нет ничего здоровее сна после такой работы. Нет здоровее сна после такой работы, чем зимний. И аппетита. Просто блаженство какое-то испытываешь. Всё-таки человек создан не для сидячего труда. А когда он сидит, он скисает. У него нарушается метаболизм, чёртов, метаболизм и в голову... А, метаболизм ему бьёт в голову. Бьёт в голову метаболизм. Вот. Ядовитыми продуктами. И в голове у человека появляются мысли. А мысли – это уже признак чего-то дурного. Если у тебя мысли, всё, ты болен, надо лечиться на природе. Чёртова. Ну и приходилось знаться со старым, пристарым поколением, которое всю жизнь провело в физическом труде. в настоящем, крестьянском, самому разнообразным, многообразным. Потому что натуральное хозяйство, конечно, достаточно сложная штука. ну, в девятнадцатом, двадцатом веке. Но уже было достаточно сложное. Там надо было узнать много чего. И они очень любили свои занятия. И, по-моему, мы так гордились им. Уважали его и этим самым гордились. Ну, теперь пойди там, найди такого. Ну, кругом техника появилась теперь уже. Нажим, конечно, на аппараты, на механизмы. А тогда какие механизмы? Мало было механизмов? Механизмов было мало. Косили руками. Косой. Ну, с таким мужиком схлестнись. Ударит раз голову и сразу же ты упадешь. Куда бы ни попал. По пьянке ударит раз. Раскатит. И все. И зашибет. Неискусен, конечно, он в этих всех кунг-фу, но ударит и зашибет. Потому что сразу видно. Кребок. Я застал их уже там на седьмом десятке, но хребки были чертовски. Бревна поднимали там за камерь. Тяжелые. С одного конца. Такие финты делали. Ну, конечно, потом все застарились и померли, но тем не менее. Тем не менее. мне они доставляли наблюдение за их жизнью, бытом и за ними доставляло мне настоящее наслаждение. Ладно, пьем чай. Боже, какой хороший, бодрящий чай. А я сегодня проделал одну штуку. У меня со вчера осталось пол термоса крепкого, такого, настойного чая. Я решил его не выливать, а подогреть до температуры кипения, дополнить кипятком и еще добавить туда заварки. Потому что старый чай очень терпкий. Иногда это так приятно. И в нем еще появляются такие особые запахи. Много же таких там танинов, я не знаю. Что это такое? Говорят, что в чай есть какие-то танины, которые придают ему вкус, аромат и прочие вещи. Помимо того, что там есть кофеин, который нас всех бодрит, вот, есть еще и танины, которые услаждают наш вкус. танины как раз сегодня в моем чае и присутствует в полном объеме. А, красота какая! как будто бы ледяной корочкой сковала кору. Но это не ледяная корочка. всюду мне сегодня мерещится зима. Ну, куда там это у нас с курешниками, думаю, кто такой? Подслушивает. Пока кто-то ходил, думал. вот во всяком явлении прекрасная его фаза простоты. Это фаза и одновременно сложности. То есть сочетание простоты со сложностью. То есть отсутствие уже примитеизма, но еще не начало излишнего усложнения всего. Вот. Вот это вершина, наверное, всякой культуры. Потому что потом уже, когда начинается усложнение, дробление, вот. это признак упадка. Культура как живой организм проходит детство, юность, зрелость, старость и смерть. И ничего с этим нельзя поделать. Есть наивная идея, что можно построить такое общество, которое будет существовать вечно. Нет. Культуру такую нельзя построить. процесс идет только в одном направлении. Биологические процессы идут только в одном направлении. Процесс не может идти, например, от юности к детству. Не может. Все и никогда не пойдет. Так и культура. Вот чувствуется, что на самом деле европейская культура сейчас пришла к моменту, о котором давно говорили мудрецы. просто это не было так заметно сейчас заметно даже невооруженным взглядом. Не надо никакого тонкого анализа, чтобы это понять. Вот. ребячество и дурашливость, которая в этой культуре появляется, некая инфантильность, это не признак того, каким образом удалось возразить юность. Это инфантильность деменции. впадание в детство, но уже со стороны деменции. Вот так. Да, с этими процессами, как с пастой в тюбике. Пасту можно только выдавливать. Назад уже в тюбик не загонишь. И я даже никогда не думал, что придется увидеть такое количество событий. и так ускорится время. Никогда не ожидал, что время так ускорится. И фактически ощущение такое, что оказался в другом мире. Вообще как на другой планете. То есть как бы жил на одной, а теперь на другой. На каком-то Марсе. Черт знает. Ты что за Марс такой? Ответ твой. Куда я попал? Все молчат. О, Боже, как поет. Мои тормозные диски как поют. Как пьяные. Чего вы там напились? Чтоб петь вас потянуло. У нас путь чего чуть не пошел юзом, даже пошел немного. Надо быть осторожным. У меня шипов-то нету. Так и катаюсь. Это шипы уже одеваю, когда появляется гололед. Близко к этому. В поздней осенью, начале зимы. когда есть возможность вечернего гололеда. Тогда у меня появляются шипы. Но вот они в такую погоду бы не помешали. Красота. оттуда что она как меня с т Lau есть Продолжение следует...